Добрый день! Сегодня мы рассмотрим бюджетный кубик 2х2 от компании Yuxin серия Little Magic магнитная версия. Была когда-то не магнитная версия, вот сделали магнитную. Совсем маленькая инструкция здесь, которую я даже не доставал, вот такая крохотная, но что-то здесь есть, вряд ли полезная. Коробочка в том же стиле, под не крашеный картон с черными символами. Все просто, Кевин Хейс держит четверку и пятерку, все хорошо, ну то есть как обычно. Ну и естественно появилась буковка М, которая говорит о том, что версия все-таки магнитная. Для примера достала не магнитную версию. Видим, что дизайн очень похож, логотип естественно поменялся, когда-то он был таким у Yuxin, но внутреннее строение примерно такое же. Единственное кажется, что, да не кажется, а точно, что вот сидний стал чуть потемнее, ну либо это у меня долго лежит и выцвело, чуть поярче цвета. Вроде бы так. А так, по всей видимости, здесь мало изменений, кроме магнитов. Немагнитная двушка показала себя неплохо, но сегодня речь о магнитной версии. В линейке Little Magic это не первый магнитный куб. Была четверка, пятерка, по-моему даже семерка, но ни четверка, ни пятерка мне не понравилось, поэтому другие я покупать не стал. Слишком слабые для меня магниты. И особо больших надежд на двушку я тоже не возлагал. Я купил за компанию вместе с чем-то еще. И как раз подряд я крутил тысячи на нескольких моделях. Это был Mi Long, Shang-Sho Mr. M и вот как раз Yuxin. И по сути это была третья тысяча подряд на двушки. И подходил я к этой тысяче скептично. Кубик тяжелый по сравнению с остальными, глянцевый, 50 миллиметров в размере. И первые вращения такие вот увесистые, что для современных двушек необычно. То есть он от них от всех отличался. Именно своим весом. И я крутил так между делом ту тысячу и особо ни на что не надеялся. Но внезапно я стал понимать, что у меня сборки идут неплохие. И в результате на этом невзрачном бюджетном кубике 2х2 Yuxin Little Magic Magnet я обновил свое среднее время из 100 подушки. То есть сделал его лучше, чем на топовых моделях. Лучше чем на EMS, лучше чем на GAN 251. Да, EMS я отношу под разряду топовых. Хоть он и бюджетный, но вращается он очень хорошо. Даже мои любимые VRM, Жан Ланг, на них у меня сотка была хуже. Да, вполне можно сказать, что моя сотка сама по себе улучшилась из того, что я открутил 3000 сборок подряд на 2х2. Да, возможно. Но это не умаляет того, что кубик отличный. Он необычно, не является, скажем, точно таким же, как все остальные. Такой увесистый, глянцевый и приятный. Вот как можно его описать. Все на нем хорошо. Если вам нравится именно вот такое вращение, увесистое, то стоит рассмотреть этот вариант. Причем и тем, кто собирает хорошо. Я собираю Фридрихом и Артегой, комбинируя эти методы. И сотка у меня в районе 5 секунд. И вот эти 1000 сборок я использовал для того, чтобы какие-то новые алгоритмы внедрить в свою сборку. Причем, не выходя за рамки этих методов, просто из других положений. Это у меня получилось. Возможно, из-за этого время и улучшилось. Все может быть. Куб очень хороший. Если рассмотреть все современные бюджетные двушки, которые есть, то можно выбросить все, ну, из современных из этого года выпуска и оставить две. MS и Little Magic. То есть, вот два варианта для покупки в бюджетном сегменте. Причем, MS – кубик полегче, Little Magic – кубик потяжелее. Кому какой нравится. Вместе с MS вы получаете еще большой бокс. Вместе с Little Magic вы не получаете ничего, кроме кубика и простой коробки с простой инструкцией. Но я не могу выбрать, какой кубик лучше. Если я сейчас откручу еще 1000 на MS, понятно, что моя сотка улучшится еще, потому что кубик очень хорош. Ну и этот тоже отличный. Два очень хороших бюджетных кубика. Еще сейчас уже выпустили RS 2M. Очень вероятно, что я его приобрету. Возможно, он у меня уже на руках на момент выпуска этого видео. И, возможно, я на нем уже открутил 1000. Все может быть. Но пока его в наличии у меня нет. Но кубик интересен. RS 3M 2020 мне не понравился. Компания мой выпустила версию с усиленными магнитами. Об этом я рассказывал в видео про RS 3M. Возможно, что в кубике 2х2 сделают сразу все хорошо. Кстати, была у меня одна удачная сборка на этом кубике. Сейчас я покажу Scramble и свое решение. Scramble вот такой. Сейчас на экране он отдельно будет. U, R' F, R, U' R2, U' R2, U2, R' U. Вот так выглядит кубик. Прежде чем посмотреть мое решение, заскрамлите и соберите сами. Мое время секунда 48 получилось. У вас наверняка может получиться и быстрее или нет. Ну, давайте проверим. Я не помню точно, с какого цвета я собирал. Это было уже достаточно давно. Ну, скорее всего, с белого. Здесь есть вот такой блок белый. И видно, что можно поставить вот этот беленький вот сюда и как-то дорешать вот этот уголок. Сделаем U2, R. Замечаем, что на трехходовку вышел вот этот угол. Продолжаем. И куб собирается. То есть, если делать в таком исполнении, а вероятно, так я и делаю, то получается пять ходов. Ну, можно два хода здесь объединить и из того же положения делать U2, R2, U, R' и получается всего четыре хода. И это наверняка можно было сделать быстрее. Что интересно, так это что короткие решения можно получить еще и начиная сборку с других сторон. К примеру, есть вот оранжевая сторона. Здесь правильный блок, здесь неправильный. Мы можем сделать R2, U2, сделать блок правильный. R и довернуть. Тоже получается четыре хода. Также можно рассмотреть с синей стороны. Что здесь получается? Ну, как с белой решить. То есть, вот блок. Поставить так. И вот они тоже четыре хода. Ну, и решение с красной, такое же, как с оранжевой. R2, U2, R' у штрих. То есть, четыре, максимум пять ходов с четырех цветов здесь можно было решить. Напишите, какое решение получилось у вас, какой цвет вы выбрали. Вот такое короткое. Ну, понятно, что это везение, но надо просто увидеть решение этой ситуации и все будет хорошо. Понятно, что подобный скрамбл мог мне попасться на любом другом кубике. Резюмеры я повторюсь, что сейчас есть две достойных модели 2х2 из бюджетного сектора из тех, что вышли за последнее время. Это MS и XSIN Little Magic магнитный. Оба хороши, оба замечательны. Этот полегче, этот потяжелее. Выбирайте, какой вам нравится, но любой из них вполне достоин для того, чтобы быть основным кубиком для скоростной сборки в дисциплине 2х2. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.